Под крышей дома номер 4-2 на набережной реки Лазури сыро, холодно и порой бывает ветрено. Здание после военной постройки, как рассказывают его жители, с тех пор не ремонтировалось. Как спасаются люди от дождя в собственных квартирах и кто должен залатать дырявую крышу над их головами, разбирался наш корреспондент. В набережной реки Лазури двухэтажный дом был построен еще в 40-е годы. Как утверждают жильцы, капитального ремонта он с тех пор и не видел. Текущие крыши, как считают люди, и стало причиной целого ряда коммунальных проблем. Потолки и стены размыло дождевой водой так, что уже отваливается штукатурка и на свет божий прорывается деревянная обрешетка, которая такими темпами скоро тоже, возможно, окажется на головах обитателей квартир. В таких условиях вынуждены выживать собственники квадратных метров на втором этаже. Нашему дому 70 лет было. 70. Без единого капремонта. Можете себе представить? Стены все обсыпались. То есть он шлакозасыпной. Все. Теперь все это. Внизу еще есть. У нас второй этаж. Это все. Холодина. Собственница одной из квартир Галина Сергеева сетует, чтобы убрать со стены удручающие черные пятна, она сделала ремонт. Однако сквозь новенькие обои и свежую штукатурку все равно прорывается черный плесень и черной змеей расползается по комнате. Там я еще немножко подтирала, как бы хотела смыть. Косметический ремонт удовольствие не дешевое, тем более для пенсионера. Однако ради надежной крыши и сухих стен жильцы готовы выложить свои кровные. Я в прошлом году ходила и хотела договориться частным образом, заплатить деньги и отремонтировать за свой счет вот именно на своей квартире, крышу. Потому что на весь дом, конечно, не это самое, не отремонтировать за свои деньги. Крыша этого дома больше похожа на решето. Сквозь эти прорехи в шифере после каждого дождя сочится вода, которая впоследствии прорывается незваным гостем в квартиры. Поэтому эта осень сухая и теплая, говорят жильцы, все равно, что дар природы. Жильцы помнят лишь единственный случай, когда крыша, а точнее ее небольшая часть, ремонтировалась. У нас такая ситуация была. У нас живут на втором этаже люди с малосоциальной ответственностью. По результату у них случился пожар, крыша сгорела, нам ее починили. То есть вот такая ситуация. До этого никто ничего не делал. Соседи, которые чрезмерно увлечены потреблением горячительных напитков, все тут жильцы двухэтажки, не спешат оплачивать коммунальные услуги. А тем более скидываться на ремонт крыши. Этот фактор – плохая платежная дисциплина, одна из тех причин, по которым дом не может участвовать в программе капитального ремонта. Форма управления этого дома – это же, а надежда в этом случае у собственников только на самих себя. Посему жители многострадального дома стали заложником такой непростой ситуации. Их дом – не их крепость, а проблема, которую решать придется самим. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.